Я Валерий Финёв, обозреватель телеканала ЛЕН-ТВ-24. Сразу скажу, я не сторонник версии о всемирном заговоре против России, но в данном случае факты. На прошлой неделе Госдепартамент США объявил конкурс о получении гранта. Вот оригинал документа, а вот перевод. Директорат предлагает наградить организацию, имеющую опыт в области противодействия российскому дезинформационному анализу и программированию, а также стратегии привлечения общественности и средств массовой информации для подготовки доклада о российских и советских компаниях по дезинформации, связанных со здоровьем. Конкурс завершится 20 июня. Победитель может рассчитывать на 250 тысяч долларов. Откуда такая щедрость и заинтересованность в поиске дезинформации со стороны российского Минздрава? А вот статистика. По числу заразившихся COVID-19 Россия на третьем месте. Но вот смертность – крайний столбец. Даже в десятке нас нет. В 15 раз ниже, чем в США. В 20, чем в Великобритании. Это не нам хотят доказать, что статистику занижают. Это они свою высокую смертность хотят оправдать. Опять же, перед своими. Никакие манипуляции со смертностью у Российской Федерации невозможны, они глупы. Все наши показатели идут через показатели общей смертности. Поэтому, если занижать одно заболевание, значит, обязательно будет расти другое заболевание. И никаких политических очков, никаких медицинских мыслей в этой манипуляции абсолютно нет. Мы работаем с абсолютно четкими цифрами, которые определяются коллегиально, которые позволяют потом принимать управленческие решения, и которые для нас, для медицинской системы, очень-очень важны. И они гораздо важнее, чем какая-то политика. Нас начали обрабатывать куда раньше. Вот петиция врачей Ярославля. Требует обеспечить медиков средствами защиты. Иначе не избежать эпидемии. Заболеют пациенты, заболеют врачи. Под петицией подписались 200 тысяч. Автор делает выводы. Из средств массовой информации следует, что подобная ситуация чудовищно-незащищенности медработников и пациентов сложилась и в других регионах России. Запомнили. И примерно в это же время появляется аналогичная петиция из Приозерской. Инициатор некой организации профраб Приозерской больницы. Все тоже отсутствует средств защиты. И вот. Из средств массовой информации следует, что подобная ситуация чудовищная. Незащищенности медработников и пациентов сложилась и в других регионах России. Но прямо в слово в слово написано. Как будто по шаблону. Мои коллеги из сетевого издания «Онлайн-47» провели собственное расследование. И выяснили, методички действительно существуют. Вот с таким текстом предложили согласиться врачам больницы поселка имени Морозова. Автор, обращаясь к медикам, которого, надеется, подпишет вот это, представляет все точки над «э». Я бы составил примерно так. Мы цитируем. Обсудите, дополните, что считаете лишним, уберите, перепишем. Могу отправить к профессиональному литературному редактору. У меня друг за бутылку перепишет красиво. Все понятно. Но самое главное, что, когда я читал этот шаблон, сразу сложилось четкое ощущение, что где-то я это уже видел. Возглавляет марш несогласных в белых халатах некая организация «Альянс врачей» и руководитель Анастасия Васильева – офтальмолог. Ответственная за Ленинградскую область Наталья Трофимова. И вот совпадение. Она, бывшая врач, все той же приозерской больнице. Ее уволили ровно месяц назад. Проверить и сравнить все эти обращения и понять, что все они пишутся по одному и тому же шаблону – очень легко и просто. Достаточно открыть ресурсы небезызвестных нам прозападных деятелей Алексея Навального и Михаила Ходорковского. Все это там. Каждый божий день появляются новые петиции, обращения. Хотя, честно говоря, обычно фыльки. Перефразирую старый анекдот. Пообещал царь отдать свою дочку в жены, американцу и русскому, одно условие – принести самое колючее растение. Американец принес розу, царь говорит – ешь. Американец ест, смеется и плачет. Царь спрашивает – а что ты плачешь? Да больно есть. А что смеешься? Да вон, русский, кактус тащит. На бытовом уровне желать, когда тебе плохо, другому худшего – это по меньшей мере не по-человечески. А когда это происходит на уровне государственной политики и когда не только желают, но и делают все для того, чтобы другому было хуже? Дальше думайте и решайте сами.